Красотки мои, всем большой привет! И ребята, если вдруг ко мне зашли, я очень рада вас видеть у себя на канале. Большое спасибо, что вы заглянули ко мне в гости на канал о красоте, уходя за собой и еще немножечко больше, на канал Иринка Мискик. Меня зовут Ирина, если вы зашли ко мне впервые. Сегодня я хочу с вами поболтать. Да, давно что-то не было у меня на канале болтологических видео, и есть подписчики, которые мне пишут в директ, в инстаграм, о том, что я Ир, почему нет болталок? Давай снимаем болталки. И на самом деле я давно хотела с вами поговорить на одну тему, и сегодня я с вами поговорю о комплексах. Если вам интересно такого рода видео, конечно же, усаживайтесь поудобнее, берите, как и я, кружечку чая, и мы с вами сейчас немножечко поболтаем, точнее я буду болтать, рассказывать, а вы будете слушать и оставлять, конечно же, комментарии, потому что мне дико интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Не забывайте подписаться на мой инстаграм, Мискик 9970, я вас там очень рада буду видеть, потому что там у меня в сториз именно влоговая часть, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить свежие новые ролики, ну и, конечно, ваши лайки, комментарии, это, безусловно, для меня, как и для блогера, очень-очень приятно. Ну так вот, начнем с вами именно той теме, о которой я хотела с вами поговорить, тема комплексы. Наверное, часть тех подписчиков, точнее, не так давно, в своем инстаграме я делала пост и задела тему комплексов, и мне было интересно узнать мнение подписчиков, ваше мнение, интересно ли вам поговорить на эту тему, потому что тема, на самом деле, очень щепетильная, и у каждого человека, ну, если не у каждого, ну, через одного это точно присутствуют какие-то комплексы. Кто-то об этих комплексах знает, кто-то их про себя там прокручивает и живет с ними, и постоянно о них думает. В общем, я это видео снимаю только исключительно исходя из своего опыта, и сегодня я, наверное, поделюсь с вами, открою карту, открою карту, какие комплексы у меня были, и как я с ними боролась. Возможно, я об этом видео расскажу, потому что тема, еще раз говорю, достаточно щепетильная, и, конечно, так как мне эта тема очень интересна, я перечитала очень много достаточной информации, потому что мне хотелось начать бой с ними, так как комплексы, на самом деле, они могут быть стимуляторами, а могут быть, наоборот, губительны для человека, для развития именно человека, так как они могут его просто загасить, задавить и не выпустить. Я тут немножко подготовилась, и решила для вас сказать терминологию, что же такое комплекс. Комплекс – это формирование на бессознательном уровне, эмоционально окрашенное мотивами и установками, которые оказывают значительное влияние на развитие личности и функционирование психики и поведения человека. И это я вам зачитала именно зарисовку, правильную зарисовку, что такое комплекс, потому что зачастую комплексы бывают как физические, так и психологическими. Психологические комплексы, они завязаны обычно на каких-то наших, на нашем эмоциональном состоянии, а вот физические – это комплексы, которые присущи в основном женщинам и некоторым мужчинам, психологически они присущи абсолютно всем. Я в своей жизни пережила как психологические комплексы, так и физические комплексы. Поверьте мне, я человеку с невысоким ростом, с маленькой грудью, не близка к идеалу, я не 90-60-90, у меня совершенно другие параметры, у меня более спортивное телосложение, и у моей мамы, и у моей сестры, у них наоборот более женственная фигура, у них фигура песочные часы, и для меня оказалось, что это норма, что я их родственница ближайшая, у меня должна была быть такой же фигурой, и я всегда комплексовала, почему у меня не осинная талия, почему я самая маленькая в семье, почему у меня маленький рост, почему я вечный такой гном, но по прошествии времени я могу вам сказать то, что мой психологический, точнее вот этот вот комплекс физически маленького роста, и не такая уж тонкая талия, и не такая уж большая грудь, у меня вообще, мне кажется, грудь начала когда-то расти в пятом классе, и в этот же период она такая как бы росла, росла, и такая говорит, в следующий раз, потом чуть-чуть попозже, и вообще забыла расти, я вам скажу честно, у меня вот, наверное, лет до 18, до какой-то 18 лет, наверное, до 21, до 22, это был мой один из комплексов, то, что у меня нет, большой груди, я всегда думала, блин, но как же круто, когда у девчонок плюс 2, когда у них плюс 3, это же так сексуально, это так же женственно, но, сейчас я вам могу сказать, с высоты 30-летней девушки, я вам могу сказать, как круто, то, что у меня маленькая грудь, поверьте мне, девчонки, ну, если вдруг у меня смотрят мальчишки, я могу вам сказать, у меня в моем гардеробе, практически нет, но если нет, то это единицы, нижнего белья, бюстгальтера, я не ношу их, в принципе, потому что они мне не нужны, и я всегда хожу без них, в любое время года, любые свитера, я одеваю, либо под низ, как ребенок, маечку, и чтобы ничего нигде не терло, либо я хожу без них, какие-то вечерние платья, я тоже одеваю без верха, кто-то мне скажет, это не камильфо, это как-то же не очень красиво, для меня это красиво, и мне кажется, это очень сексуально, и мне кажется, это очень-очень мило, вот ну правда, ну серьезно, мне нравится, и здесь, даже после того, когда я родила ребенка, у меня нет проблемы, именно свисающей груди, и в этом плюс маленькой груди, из комплекса маленькой груди, именно физического комплекса, я подвела его в огромный плюс, которым я сейчас пользуюсь, я этим горжусь, и у меня ни разу не было, вот за последние, наверное, лет 5-6, желание ее увеличить, хотя я вам скажу, до этого, лет так в 17, я думала, вот я начну работать уже, вот когда основательно, я закончу школу, когда вот это вот, я себе заработаю на грудь, и ближайшее мое окружение, женщин тоже с маленькой грудью, они себе делали эту грудь, и я на них смотрела, и думала, блин, как же здорово, где же мне хотя бы взять 150 тысяч, чтобы сделать себе, таки, знаете, хорошее образование, чтобы у меня прям, знаете, выдающиеся данные были, а сейчас я понимаю, что это просто было, знаете, обычный загон, девушки, которая себя пыталась подзагнать под стандарты, и физическое мое отклонение, которое я считала, точнее, физический комплекс небольшого роста, я хочу сказать, на данный момент времени, я считаю его огромным плюсом, огромным преимуществом, потому что, во-первых, мне очень практично было выбрать себе молодого человека, но, по иронии судьбы Слажа, складывалось так, что все молодые люди, которые за мной ухаживали, у них рост был от метров восьмидесяти двух, пяти, и там, выше, и как бы всегда, я любой каблук одевала, и когда мы с ними гуляли, я всегда, знаете, была такая дюймовочка, и на их фоне, при любом весе, я бы выглядела достаточно, очень даже ничего могу сказать, если бы я была повыше девушкой, мне было бы, мне кажется, сложнее уже подбирать себе какую-то обувь, и к тому же, невысокий рост, это маленькая нога, то есть, такая максимально компактная, да, меня даже супруг мой называет, ты компактная, в любую машину войдешь, в любую машину сядешь, и вообще везде залезешь, пройдешь, и в толпе там, в любую дырку залезешь, то есть, вот так вот, это большие плюсы, поэтому, если у вас присутствуют какие-то физические комплексы, в первую очередь, посмотрите на них по-другому, я же советую всегда так, и я этого придерживаюсь, во-первых, чтобы принять, для того, чтобы бороться с комплексами, нужно себя принять, первое психологическое понятие, это встать абсолютно раздетой, да, голышом, как вас мама родили, перед зеркалом, и вот стоять, не втягивать живот, не пытаться выправить осанку, либо еще что-то, вначале встать, вот такими, какие вы есть, вот без косметики, без чего-либо, если вы молодой человек, вы просто встали, на себя такого голенького, смотрите, покрутились, можете даже сфотографировать себя, потом одеться, а потом поразглядывать фотографии, но смотреть эти фотографии нужно, не из той истерии, о том, что у меня дряблое тело, там, да, вот эти все моменты, прокручивают, что что-то не идеально, а увидеть достоинство из вашей фигуры, потом также раздеться, встать, и уже максимально где-то втянуть живот, поправить осанку, покрутиться, повертеться, также пофотографировать, увидеть, что есть, и если есть какие-то серьезные недостатки, именно физиологические, в плане вашей лени, слабый прест, попа, которая висит, целлюлит, который появился, ручки слишком дряблые, и грудь, которая висит, грудь, которая висит, это, конечно, если у вас большая грудь, и она свисает, в связи с тем, что вы стали мамой, принимайте это как подарок, потому что большинство женщин, у которых есть большая грудь, но нет детей, они об этом сожалеют, просто подбирайте красивое белье, и ваша грудь, она всегда будет аппетитно выглядеть, и всегда будет подчеркивать вашу индивидуальность, а если у вас что-то там не хватает, и вам нужно подтянуть, убрать, очень много сейчас косметических продуктов, и я вам о них вещаю, о том, как похудеть, как постранить, и я вам обещаю, то, что я буду снимать видео о том, как привести себя в форму, и я это буду делать более тщательно, подбирать видео так, чтобы вам было максимально понятно, в общем, просто прорабатывайте какие-то эти недостатки, и не делайте на них акцент, потому что наша жизнь слишком коротка, а как говорят, как говорится в Библии, нельзя ковыряться в творении Бога, потому что мы созданы Богом, и не нам судить, какие мы есть, и сидеть, говорить о том, что у нас не совсем точеная фигура, которая нам дана, не совсем красиво посажены глаза, либо что-то у нас именно не так, то, что создано выше, не стоит копаться, и если вас что-то не устраивает именно в течение жизни, и как вы выглядите, просто над этим работайте, но я вам говорю именно о таких проблемах целлюлит, слабый живот, руки, ноги, и вот такие моменты, когда это можно подкачать элементарно на спор, И да, как вы понимаете, любой физический комплекс, это тот комплекс, который мы себе сами придумали, отталкиваясь от каких-то определенных стандартов моды, и как те недостатки физические, которые нам навязывает кто-то извне, да, наше близкое окружение, наши родители, когда подростки высмеиваются друг над другом, это определенный отпечаток, но это все-таки физические данные, с которыми можно работать, и это намного проще, чем психологические, о психологических комплексах, которые точнее отображаются именно психологически, мы поговорим с вами в следующем видео, и я оставлю ссылочку где-нибудь на него здесь или здесь, могу только сказать, любой физический комплекс, это комплекс, который, с которым вы можете, который вы можете прорабатывать, и это не важно, какой это будет комплекс, любой, если какие-то не такие стандарты, как вам кажется, в плане вашего посадки, там носа, глаз, брови, это в принципе можно все откорректировать, физические данные, если вы полноватая, и ваша полноватость, она связана с какими-то гормональными изменениями, чем-то таким, знаете, от вас независим, и вы понимаете, то, что ваша полнота, это привет вам на всю жизнь, не нужно сидеть, и от этого горевать, и начинать себя жалеть, перестаньте, перестаньте себя жалеть, это один из принципов борьбы с комплексом, когда мы себя начинаем жалеть, и вот это вот говорить о том, что не похудеть, не убрать, никак с этим ничего не сделать, это вот такая вот данность, вот бедная, несчастная, нет, это неправильная политика, если у вас есть какой-то недостаток, его нужно принять, вы его принимаете, вы соглашаетесь, то, что да, у вас есть этот недостаток, у вас есть полнота, у вас есть целлюлит, у вас есть обвисшая попа, там руки, еще что-то, и вы начинаете с ними работать, то есть вы начинаете, если полнота это гормональная, которая никуда не денется, она с вами будет всю жизнь, принимаете эту полноту, как вас, как ваша данность, как цвет волос, который вам дан от природы, как цвет кожи, который у вас есть от природы, от которого вы не можете поменять. Был у нас в истории человек, который стеснялся от своего цвета кожи, и он очень комплексовал, я, кстати, его дикая фанатка, это Майкл Джексон, это человек, который очень-очень-очень сильно комплексовал именно по своей принадлежности, то, что он был негроидной расой, то есть он был темнокожий, и он всю свою сознательную жизнь хотел стать белым. И до чего это довело? Это довело его сумасшедшего, талантливого человека, которому на сегодняшний день, мне кажется, если бы он здравствовал и жил среди нас, и также одаривал нас своим творчеством, он бы принёс намного больше пользы и намного больше принёс бы себе удовольствия, нежели то, что он испытывал последние годы, когда он себя начинал перекраивать. И в этом это яркий пример тех людей, которые начинают по поводу себя комплексовать. Это приводит к летальным исходам, поэтому сидеть и заморачиваться о том, что вы какой-то не такой, и вы не такой, как в стандартах, это не является правильным. Вы сами себя просто, понимаете, начинаете гнобить. Как я говорила в раннем видео, у меня тоже был комплекс именно маленькой груди. И поверьте мне, для девушки, когда я выходила на пляж, когда ты можешь купить себе купальник не в тех отделах купальников, где девушки, женщины себе подбирают, а я спокойно могу себе купить купальник в детском отделе, и как бы да, будет нормально, он мне будет как раз... Был период, когда я очень сильно горевала. Сейчас я себя приняла такой, какая есть, и мне от этого реально кайфово. И я прекрасно понимаю то, что такая, какая есть, вот такая, никуда от этого не деться. И поэтому я вам и говорю, что для того, чтобы начать бороться с комплексами и начать как-то по-другому жизнь, и, вы знаете, пересмотреть себя. И поверьте, когда вы пересмотрите, пересмотрите себя все целым, именно все ваши физические комплексы, вы по-другому начнёте жить, вы по-другому начнёте одеваться, вы по-другому себя начнёте преподносить, и вы в обществе себя будете по-другому чувствовать. Смотрите, есть женщины, которые полноватые, и они довольны собой. Есть девушки, наоборот, которые от своей физиологии всю жизнь, Они очень-очень-очень худенькими, прям они дюймовочки, они хрупкие, хрустальные, и тоже они пытаются, я в инстаграм перелистала, и знаете, у меня был период, когда я в инстаграме читала девушки, которые массово хотят похудеть, и другой лагерь девушки, которые массово хотят набрать массу. И вот да, ты бы как бы что-то там сделать, и было бы все идеально, но они такие, какие они есть от природы, от этого никуда не деться. Любой физический недостаток, его намного проще принять, его намного проще с ним работать, нежели какими-то другими комплексами, нежели физические. Физические комплексы это все-таки намного, знаете, момент того, что вы где-то можете подобрать стиль одежды, вы можете походить в тренажерный зал, вы можете купальник подобрать, вы можете к этому как-то по-другому подойти и себя преподнести. И поверьте, даже физические комплексы в плане сексуальной жизни, они мешают как женщинам, так и мужчинам, потому что физические комплексы, они отражаются абсолютно на всех полях жизни людей. Если у вас есть именно вот этот физический комплекс какой-то, вы недовольны своей фигурой, и вам кажется, что вы не идеально, что-то еще в момент близости с мужчиной, либо мужчина в момент близости с женщиной, он не думает о том, чтобы отдаться этим чувствам, да, вот этим порывам страсти. Он думает о том, что особенно девушки, а как у меня сейчас грудь, а животик у меня выпирает или нет, а попа у меня сейчас идеально ровная, либо неровная, а волосы, а ногти, а что там у меня с лицом, а какие у меня там это. И начинается запариваться об этом все, но в этот момент не получая максимальное удовольствие от того, что с вами происходит именно в тот момент близости с мужчиной. Так и мужчины, которые там начинают запариваться от своей физики, о том, что у него там брюшко, о том, что у него там еще что-то, не получают удовольствия. Для того, чтобы начать жить полной жизнью, полностью, во всех вообще полюсах, в общении с людьми, на работе, дома, в семье, для того, чтобы, если вы мама, чтобы радовалась вся семья, не видели запаренную маму, закутанную в балахонах, которая все время дерганная, ей все время что-то не нравится, а видят то, что ваш муж приходит, ваш молодой человек, когда с вами встречается, он видит довольную женщину, он видит довольную, уверенную в том, что какая она есть женщина, и он живет с этим. И вы в момент рядышком, когда находитесь с этим человеком, вы не думаете о том, что вы какая-то не такая, а вы просто получаете удовольствие от близости, от общения, от бытия. Вообще принять себя именно физически дает раскрыться себе и вести себя в жизни как-то, знаете, намного проще. И да, когда мы запариваемся о множество этих недостатков, нам это очень-очень мешает, поэтому я вас побуждаю, давайте с вами вместе начнем бороться с тем, что мешает дальше жить. Какие-то физические недостатки, принимайте их как достоинства. Если у вас есть щербинка, это ваша индивидуальность. Если у вас близко посажены глаза, либо далеко посажены глаза, это ваша индивидуальность. Если вы полноватая, это ваша индивидуальность. Если вы худенькая, это тоже ваша индивидуальность. Если у вас есть целлюлит, голову просто, я не знаю, там, я вам кучу средств покажу от того, как избавиться от целлюлиты, что с этим делать. Это я вам все покажу. Мне интересно узнать ваше мнение по теме данного видеоролика, поэтому не забывайте оставлять комментарий. Мне очень-очень правда интересно узнать, что вы думаете насчет того, что я вам сегодня сказала. Потому что данная тема, она для меня очень интересная. Я не являюсь психологом, я не являюсь сексологом. Я обычная девушка, обычная мама, обычный среднестатистический человек, который проживает на планете Земля, но который имеет свое какое-то мировоззрение, какой-то свой опыт, который я уже накопила за какие-то года. И у меня есть шишки, которые я сама себе лично набила. И мне хочется, если меня будет смотреть девочка в 16 лет, в 15 лет, и сейчас женщина, у которой сейчас она в прекрасном возрасте, ей 45, либо 40, либо 50. И у нее есть комплексы, о которых она все время запаривается и думает, что вот как ей с этим быть. И вот она бедная вся и спереживалась. Мне хочется, чтобы женщина, которая посмотрит, либо мужчина, либо девушка, чтобы вы поняли, что любой физический комплекс, это, во-первых, нужно это все принять, во-вторых, с этим можно работать, и в-третьих, на этом не стоит зацикливаться. Не нужно делать на этом огромный акцент, восклицательные знаки и скакать над этим с бубнами. Надо к этому относиться намного проще. И принимать себя нужно такими, какие мы есть. Оставляйте, конечно же, комментарии, мне интересно узнать будет ваше мнение. Если вы еще на меня не подписаны и вам со мной было интересно, я буду рада видеть вас в числе своих подписчиков. Не забывайте, кстати, еще нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе событий того, что происходит у меня на канале. Потому что сейчас политика YouTube заключается в том, что если вы не кликаете на колокольчик, к вам, к примеру, не придет какой-то мой видео, мой новый видеоролик. Я, конечно же, буду сожалеть о том, что именно ты его не посмотришь. Я вас всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. Мы с вами увидимся во втором видеоролике именно психологических комплексов. Мое мнение на эту тему, я с вами поделюсь то, что я знаю, как я с этим, с чем-то, из каких-то психологических комплексов, как я боролась, как я борюсь. И, в общем, с вами там тоже немножечко подкровенничаем. Так что жду от вас поддержки в виде лайков и комментариев, в подписке. И я вас всех люблю, целую, берегите себя, любите себя, любите своих близких, свою семью и просто радуйте их жизни. С вами была ваша Ирина, мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока.